Пятый канал представляет Не обессудь, такие у Конга правила, береженого Бог бережет Выходи Мешок снимай Очки сними, наверх посмотри Кунг, ты на месте? У тебя с дверью что-то? Это не он, это мусор, разберись с ним Парни, работай Работаем Вперед, пошли Субар, на землю Лег на землю Бомба, назад За мечты и за жизни, за все что свято в нас, по приказу от числы, работает спецназ! Это посовочный цех Бизона, он оптовик, мы за ним полгода охотимся, и вот наконец удача, спасибо информатору У здания охранник, значит наводка верная Туча, ланцет, нам этот охранник всю малину портит, надо снять его по-тихому Максим Павлович, а ну иди сюда Не понял, а где цех? Где наркотики? Какая-то помойка Вы вообще кто? Где наркота Бизона? Какая наркота? Карась, дурака не валяй, куда переместился цех? Не знаю я ни о каком цехе, я здесь просто сидел, что сидеть нельзя? А ты могла, сейчас сядешь Сяди сюда Тебе кто этот адрес дал? Джон, ты его знаешь Я давно хотел Джона подвезти к Бизону Наконец получилось, а не сейчас почти кореша Павлович, это не цех, это наживка И ты ее заглотил Вот сейчас я не понял Это обманка Бизон специально ее организовал, чтобы выявить крота Дал разным людям разные адреса и на каждом поставил по такому бойцу Чтобы тебе сообщили, куда придет полиция Джон попался Черт возьми Черт возьми Возьми Сегодня когда на работу ехал, слышал о новостях Оказывается, бивни мамонта полиция изъяла Нормально, мы с ними столько классных фоток наделали Хоть сразу на обложку, а в итоге наша пресс-служба молчит, а полиция как всегда герои Так и вы не в курсе Наша пресс-секретарь уволилась Так что нас сейчас просто некому рекламировать Смаков Вольная Богатых и пряников на особом задании? Так точно Охраняют информатора Что полиция говорит? Да сейчас им просто нечего сказать Карась был чист, ни слова, ни наркоты Так что пришлось его сразу отпустить Мы не можем охранять информатора вечно Это не входит в нашу задачу Передай Кречетову Если в течение двух суток он не придумает, как обезвредить Бизона Пусть дальше сам охраной занимается Так точно, передам Так, Фомин, пошли со мной съездим в одно место А ты Да я по личным делам Привет, Юр Хорошо выглядишь Спасибо Не пью, не курю Занимаюсь спортом, избегаю вредных людей Ты тоже ничего Спасибо Ой, я тут флешку кое-кому принесла Но там на месте людей не оказалось Так что вот Это что? А это черновой вариант нашего мини-сериала Охотник за блондинками Ну тот самый, по моему сценарию Знаешь, я пожалуй удержусь Я смотрел это кино Там бойцы Собра спасают одну девушку И особенно старается один рыжий недотепа по имени Как же его зовут-то? Юра, кажется А, Жора Он влюбился в нее Но ее не устраивает этот недотепа И подавай командира Настоящая драма, все верно сказал Значит, все еще злишься Ну что ж, понять можно Только, Юра, здесь все совсем по-другому После того, как ты прочитал сценарий Я поняла, что так нельзя и все переписала Так что ты посмотри А потом поговори Пожалуйста Ну как тебе? Простите, а что я должен здесь увидеть? В этом зале будет проходить первенство Петербурга По рукопашному бою Среди сотрудников силовых структов Так, Олег Владимирович Вы опять за свое И опять и снова Пока не согласишься В СОБРе по рукопашке ты у меня лучший Кого мне еще на первенство отправлять? Может быть пришло время Дать возможность молодым проявить себя? Ладно, раз зал тебя не впечатлил Пойдем с козырей Товарищ подполковник Добрый день Как успехи? Все отлично, сейчас вот с Виктором Андреевичем Организационные вопросы укресаем Фомин, вы не знакомы? Не имел честь Виктор Андреевич Маковлев Директор спорткомплекса И генеральный спонсор соревнований А это Илья Фомин Один из наших пулевых командиров Рад А мы с вами не знакомы? Не будешь больно мне ваше лицо А вот напоминает человека Нет У меня хорошая память на лица Я в Питере недавно из Москвы перевез Виктор Андреевич, вы с призами уже определились Что у нас получит победитель? Путевку в Сочи В пятизвездочной гостинице В шикарном номере На первой линии со всей семьей Со всей семьей, Фомин Когда ты последний раз своих детей в шикарную гостиницу ввозил? Что Олег Владимирович, не соглашается боец Фомин, мы конечно приказать не можем Но в конце-то концов На кону честь СОБРа, решайся Да вы мертвого уговорите Хорошо, буду участвовать Ну наконец-то Вот это другое дело Виктор Андреевич, вы нам тут все покажете? Конечно Так, ну посмотрим, что здесь наснимали Мне вот задание Максима Павловича как-то вот сразу не понравилось Я люблю внедряться к более интеллигентным людям, а бизон это же зверю Джон, ты уже час не затыкаешься, может хватит, а? Он одного парня арматурой забил Правда, это сплетним сам и запустило И непонятно, реально это было, или он врет, чтобы его боялись Но вот на меня как-то подействовал, знаете, да, боюсь до чертиков Не хочу я по башке арматурой получить Нет у меня дефицита железа в организме Поняли шутку, да? Дефицит железа в организме Арматура же железная Господи, сделай так, чтобы он заткнулся Ой, какие вы хмурые-то Хоть бы анекдот рассказали какой-нибудь Хорошо, анекдот Один боец СОБР Так торопился выехать на охрану одного козла Что забыл на работе бутерброд Ну, началось А что началось-то? Я туда последний кусок своей любимой бастурмы положил Понимаешь, отец? Последний Где я теперь ее найду? Я вот сейчас про анекдот что-то недопонял Это на охрану какого козла? Так вы на меня что-нибудь намекаете? Злые вы Ладно Если меня здесь не рады видеть, я пойду что-нибудь перекушаю У меня там как раз стейк в морозилке завалялся Стейк? Какой стейк? Говяжий Джон, погоди Мы не с того начали Бросил свал! СОБР Бросил свал! СОБР Это что еще за дерьмо? Василий Кузнецов Кличка Кузя Две ходки за грабеж Знаешь его? Никогда не встречал Интересная картина Бывалый уголовник Машина в угоне Номера с другой машины На пистолете спилен серийник Знаешь, на что похоже? На наемника Товарищ полковник Кажется, меня заказали Кто? Есть мысли? Отличный вопрос Сходу бы сказал Коновалов Но он мертв Кто еще из заклятых врагов? Циркон Тоже мертв Кто еще? Ассет То же самое Теряюсь в догадках Товарищ полковник Государь сцеры Мое почтение Максим Палыч Какие новости Обыскали его дом Слушай, у Кузи все чисто Даже слишком Такое ощущение, что там уже Кто-то побывал До нас Что добровало? Только ноутбук Может быть заказ был сделан через интернет Все возможно Илья, знаешь, что я подумал? Раз на тебя объявлена охота Может ты пока у Джона перекантуешься? Секунду, а за этим не может стоять Бизон? Максим Палыч Твой информатор не мог Бизону или кому-то из его людей Рассказать про Фомина Слушайте, с одной стороны Это Джон И он не идиот, чтобы так подставляться А с другой стороны Это Джон У которого язык без костей Если Тайпан пострадает Знаешь, что мы с тобой сделаем? Так вот вы значит Какого обомнения Слушай ты Твоя работа Сдавать людей Я вообще не удивлюсь Если ты решил постучать и нашим и вашим Хватит на меня шипеть Если бы я работал на Бизона Он бы не хотел меня убить А мы уже не уверены, что тебя кто-то убить хочет Мы сутки здесь сидим и ни одна собака не пришла Все тихо Почему, а, Джон? А давай проверим Возьмем его за шкелятник И отвезем, где люди Бизона пасутся И проверим Завалят его или нет Послушайте, родненьки Включите вы голову Бизон хоть и отморозок, но он бизнесмен Ему ничего не угрожает Так зачем вы ему все портите На ровном месте устраивать войну с собром, а? Значит, вот основные зоны поражения Артерии, сосуды, ну и прочие дела За сколько успеешь по всем зонам пройтись? Тайпан, ты куда? В зал на тренировку Первенство по рукопашке скоро Шмаков, значит, уговорил Ну все, кубок наш Тайпан, ты уверен, что тебе сейчас стоит высовываться? А, ты насчет этого? Да нет, там все нормально, отбой Из полиции позвонили Этот Кузя, который покушался на меня Он месяц назад в центре Напал на другого водителя Также стрелял в окно Выдернул его из-за руля и ушел На машине Получается, это был грабеж? Да С Богом Да Ну, погнали По всем точкам поражения, говоришь? А рекорд у тебя какой? Тайпан Значит, на тебя все-таки объявили охоту И взялись очень серьезно Ничего не понимаю А как же Кузя? А кто сказал Что месяц назад в центре Он стрелял в водителя с целью ограбления И убил его Может, вообще все было наоборот? Может, это было убийство Закамуфлированное под грабеж Значит, скотина в киллеры подался? Надо еще Еще раз подумать Кто за этим может стоять У меня этому одно объяснение Московский след Что в Москве есть кто-то, кому ты настолько насолил? Как ты думаешь За двадцать лет московской службы, наверное, перешел дорогу и не одному Слушайте Может, все-таки Бизон? Прекрати, пожалуйста Проехали Дай договорить Смотри, твои бойцы охраняют Джона Но к нему никто не совался А может, не совался не потому, что Бизон не хочет его убрать А наоборот Может, они заподозрили, что у Джона засада Наверное, мои бойцы увидели бы движение Может, мы недооцениваем Бизона Он же смог вычислить внедренного к нему агента Может, он твоих бойцов срисовал И решил СОБР выбить из равновесия Чтобы они задергались, начали совершать ошибки Ну, это вряд ли Но сейчас нельзя списывать со счетов ни одну версию Максим Павлович, пора браться за Бизона всерьез А ты, пока разбираемся, ночуешь в отряде? Олег Владимирович Это не просьба, это приказ Два раза тебе уже повезло На третий я бы не рассчитывал Это правильно Братан, слушай, ну тут какая-то ошибка вышла Бизон не на того думает Ты ему передай, что я не стукач Я не знаю, откуда менты нарисовались на том складе С его трескотни уже голова раскалывается Может, кто-то другой адрес им слил Может, Карась Может, еще кто Я с ментами не работаю Так и передай ему, хорошо, да? Все, давай Карась-то кто? Это тот боец Бизона, который около склада дежурил? Да, тупой бычара Бизон его на побегушках держит Погоди, Джон, а ведь То, что ты говорил по телефону, это мысль А почему Бизон считает, что склад полиции слил именно ты? Прикалываешься? То, что Джона слил Подожди Тайпан, привет У нас тут с мужиками идея возникла Идея? Какая? Бизон считает, что склад полиции слил Джон Ну, он так думает А что, если помочь ему передумать? Что-то у вас с каждым разом все меньше и меньше Ну, это временно. Туча с отцом на задание Алина, а где мое пиво? Прости, все кончилось А если Юра захочет еще кружечку, тогда пиво найдется? Для Юры, конечно Тогда принеси еще одну, пожалуйста Блин, вот мелко подгадить, прям ее тема Спорим, ты не знал, что она такая стервозина Так что тебе еще повезло, что у вас ничего не срослось Слушай, а я вчера с Галиной виделся Ну, Галя, помнишь? Жертва, а потом приманка маньяка А, ну, которая про этого маньяка киносценарий написала Где выставила тебя клоуном и недотепой Ну, типа того Ну, она передела сценарий Я посмотрел рабочий вариант И вот этот мой персонаж, Жорик Нормальный боец получился Надо же, и что это она вдруг? Не знаю Ну, она вчера специально приехала в СОБР Чтобы мне этот фильм показать Даже соврала, аж типа у нее какие-то личные дела Ну, какие у нее могут быть личные дела? Так что ты теряешься? Замутий с ней Ой, простите, пожалуйста, как неловко вышло Я сейчас возьму тряпку и все вытру Еще пару таких выходок и я перестану сюда ходить Юрка, а ты с Галей тогда грамотно себя повел По-мужски Хлопнул дверью и ушел Видишь, теперь она сама прибежала Так оно и работает Думаешь? Я не думаю, я знаю Взмутись мне, Юр Она, считай, сейчас звездой станет Через нее, может, познакомишься С красивыми актрисами А мне это зачем, если я с ней встречаться буду? Ну, догадайся Для меня Максим Павлович, я с ним и с Карасем только время теряем Может так, а может не так Вот заодно и проверим Надоело в засаде сидеть? Что я тебе про засаду рассказывал? Помнишь? Что, настоящий опер должен уметь сидеть в засаде сутки-двое? Молодец Такое Молодец 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 Третий, я второй Карась села в машину, покидает адрес Принимайте ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, прям встреча на Эльбе ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ведь Бизон с шестерками типа карася никогда не встречается Не его уровень Думаете он перевел карася в высшую лигу? Все Может быть ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А вот это же интересно. Это же Чулий. Один из людей Бизона. Что он рассказывал, он у него за поставки отвечает. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Карась забрал сумку у Чули, попетлял по улицам, проверился, что нет хвоста, и доставил посылку прямо сюда. Я, конечно, могу ошибаться, но мне что-то подсказывает, что именно здесь находится смерть нашего Кащея. Что думаешь? Камеры по углам, ворота укрепленные. Такие сходу не возьмешь. Максим Палыч, это не просто гараж, это хранилище. Сколько там человек? Я видел только одного. Если это хранилище наркоты Бизона, там как минимум двое, и они вооружены. Панцет, займись камерами. Готов? Есть. Слышь, а что с камерой? Ты когда за нее отвечает? Иди посмотри. Работает с собой на колене! Сухер! Максим Палыч, можно заходить? Алло, товарищ полковник, мы взяли хранилище. Карась не обманул. Смотрим перед собой. Мужики, что случилось? Стоять! Стрелять буду! Стой! Ну, как все прошло? Да, как по маслу. Наверное, считает себя героем. Ого, что-то оперативность. Меньше часа прошло. Максим Палыч, Курася гости. Здорово! А вы че здесь? Четвертый, пятый, это второй. Движение началось быстро на позиции. Нам их упустить нельзя. Крыса, ты на меня еще зенки смеешь выкатывать? Типа не знаешь, в чем дело? Адрес. Адрес хранилища только ты знал. И как только ты его узнал, сразу его менты накрыли, а? Совпадение. Отвечай вам. Бизон, он тебе по ушам ездил. Это Карась адрес слил. Я лично слышал, мусор базарил. Я из-за тебя чуть Джона не завалил. Волыну. Работает товар! На колени! Оружие натерает! Спасибо. Спасибо, мужики. Спасибо. Карась сразу накатал заяву на Бизона. Так что ему как минимум светит похищение и попытка убийства. Остальные тоже поплыли и сдали его с потрохами. Значит, с Бизоном вопрос решенный. Что с покушениями на тебя? Пока ничего. Но факт, что Бизон хотел устранить Джона, а задержанные слышали, как он с кем-то договаривался по телефону, искал исполнителя на стороне. Только искал или сделал заказ? Только искал. Но раз он хотел убрать Джона, то он теоретически мог заказать и меня. Ты сам бы доверив? Ой, не знаю, Олег Владимирович. С одной стороны, все выглядит очень неправдоподобно, а с другой, кроме Бизона у нас нет других кандидатов. Ладно. Полиция взялась за Бизона всерьез. Посмотрим, что они выяснят. Раз информатор вне опасности, отзывай охрану. Хорошо. Все сделаю. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идеально. Замер. Не шевелись. А то стреляю. Ловушку заманил. Надо было догадаться, слишком все гладко. Ствол на землю положил. Сумку от себя. Встал на колени, руки за голову. Медленно. Кто ты? Кто тебя послал? Мне скорая нужна. Ты мне руку прострелил. А мне имя нужно. Я могу подождать, а ты нет. Кто послал? Не знаю. Заказ в Даркнете был. Десять миллионов за твою башку наличными. Кто первый прострелит, того и бабки. Уже двенадцать миллионов. Гонорар растет, как на дрожжах. Фомин, ты кому-то очень сильно насолил. Смотрите. Здесь дата размещения заказа. Это было три дня назад. Тут, вот смотрите, еще фотографии есть. Снято, как будто сверху. Из окна. Вот сейчас не понял. Это же я рядом с тобой. Где это мы? Олег Владимирович, это же возле спорткомплекса, куда мы с вами вместе ездили. Это не просто фотки. Это кадры с камеры наблюдения. У них там камера над входом висит. Откуда у заказчика кадры с камеры наблюдения? Виктор Андреевич Макрулев, директор спорткомплекса и генеральный спонсор соревнований. А это Илья Фомин. Один из наших полевых командиров. Рад. А мы с вами не знакомы? Ну, может, больно мне ваше лицо. Ну, отменяет человека. Нет. У меня хорошая память на лица. Я в Питере недавно из Москвы перевелся. Маковлев. Хозяин спорткомплекса. Это он меня заказал. Олег Владимирович, все сходится. Сдурел, что ли? Он организатор соревнований. Зачем ему тебя убивать? Чтобы на других ставки делать? Стоп, стоп, стоп. Он узнал меня. Вы помните, как он напрягся, когда мы встретились? Он же из Москвы. Да, вроде. Перебрался в Петербург несколько лет назад и сразу же открыл этот спортзал. Сразу же начал дружить с силовиками. У него спецназ в полиции и бесплатно тренируется. Он же прихрамывает. На правую ногу, правильно? Товарищ полковник, я знаю, кто он. Девять лет назад полиция в Москве банду киллеров ловила. Их главарь с погонялом Конг. Но кто он, никто не знал. Когда появилась наводка, что Конг вербует новичка, полиция решила внедрить сотрудника. Учитывая, что соваться к киллерам дело опасное, для операции решили привлечь СОБР. Но все тогда пошло не так. Это не он, это мусор. Разберись. Вперед! Пошли! СОБР на землю! Вег на землю! Вег на землю! Я тогда получил ранение. Конгу тогда удалось уйти. Дом был арендован на какую-то левую фирму. Все отпечатки были стерты взрывом. Никто тогда не смог узнать, кем был Конг. Но я точно знаю, что я ранил его в правое бедро. Да твою ж. Из-за меня он лишился бизнеса. Всего своего влияния. Ему пришлось сбежать в Питер. Уже не говоря о моей пуле, из-за которой он столько лет хромает. Олег Владимирович, Маковлев и есть Конг. Вот тут у нас будут трибуны, максимальный сиденье, чтоб побольше народа в лес. А там мы устроим площадку для журналистов. Нормально. Секунду. Работа выполнена. Кто написал? Черкес. Он взял задание еще в первый день. Вчера сработал неудачно. Но я сегодня, как видите, исправился. Уверен, что не подстава. Черкесов еще в Москве для нас пару заданий выполнял. Надежный человек. Угу. Так. Здравствуйте, Олег Владимирович. Да, я по поводу вашего участника от СОБР. Мне бы его данные для грамоты. Фомин не будет участвовать. СОБР подберет другого участника. Что так? У вас все нормально? Нет, не нормально. Не могу сейчас говорить, простите. Музора, что-то приуныли. Звони исполнителю. Я хочу своими глазами увидеть. Убедиться, что эта мразь сдохла. Что с рукой? Мусор подстрелил. Вам показывать? Туда. Туда. А ты молодец. Ак given up? Это что за? Ну здравствуй, Конт. Давно не виделись. Ну делай свою работу, мусоруб. Маковлев не просто так пытался с силовиками дружить. Такому, как он, очень нужны полезные контакты и связи. И ведь у него есть ваш прямой телефон. Вот ублюдок. Под самым нашим носом орудовал. Разрешите? Проходите. Добрый вечер, Илья. Галя. Что вы тут делаете? Позвольте представить, Галина Лоскутова. С сегодняшнего дня наш новый официальный пресс-секретарь. Поздравляю вас. Неожиданное назначение. Присаживайтесь. Благодарю. Когда мой товарищ подполковник рассказал о вакансии, то я просто не могла не откликнуться. Все-таки СОБР дважды мою жизнь спасал. А теперь и карьеру. Нам как раз надо обсудить, как подать в СМИ информацию об отмене соревнований по рукопашному бою. Следствие просит, пока арест организатора не афишировать. Может быть, проще найти нового организатора? Где же его найдешь? Я думаю, мой продюсер будет рад помочь. Особенно если намекнуть, что это может быть бесплатной рекламой нашего фильма о СОБРе, который увидит весь город. А вот это уже интересно. Я таких вкусных стейков, как у Джона, никогда в жизни не пробовал. Ты че? Он прям как долговязый Джон Сильвер. И повар, и преступник в одном флаконе. Сильвер, Сильвер. Что-то не помню такой погремухи. А СОБР по нему точно работал? Ланцедов, ты в курсе, кто у нас новый пресс-секретарь? Я лучше был бы не в курсе. Извини, я думал, ты будешь рад. Я тоже думал, что буду рад. Пока не узнал, что она с замом по бою встречается. Да ладно. Ну, вот так. И наверняка из-за должности. Вот хитро, а? Я-то думал, она переписала сценарий, чтобы мне обидно не было. А она, чтобы собраться в идиотами, не выставлять. И сто процентов по просьбе подполковника. Да, Юрка. Че-то не везет тебе с девчонками. Не знаю, может, тебя сглазил кто-нибудь? Отличная поддержка. Слушайте, мужики, может, в нашу пивную сходят? Я две ночи дома не ночевал. У меня то же самое. Детей как будто сто лет не видел. Прости. Юра, я бы сходил с удовольствием, но там Алина. Ты сам видел. Она на меня реагирует, как бык на красную тряпку. Туча, ну ты же мне не откажешь. Ты вот никогда пиву не отказываешь. И пиву за мой счет. Ладно, Цэц, сегодня без меня. Я к Джону. Туча, вы с Джоном теперь лучшие друзья? Тайпан, да у него целая морозилка стейков. И готовит он как боженка. Ну как с таким не дружить? Что-то я совсем запутался. Мне вот всегда казалось, что вы девушке хотите встретить порядочного, доброго, любящего вас человека. Чтобы семью с ним завести. Деток нарожать. Так и есть. Так а почему тогда все ведутся на такое, как Ромео? У него же на лице написано, что он этот... Ну, по матросе-то бросит. И для таких, как наш зам по бою. Из-за его денег и связи? Так это вообще какая-то проституция получается. Ну и что мы имеем? Что вам, девушкам, не любящий человек нужен. Не семья и дети. А смазливая мордашка и бабки. Не обобщай. Сказала та, которая выбрала Ромео. Хотя вот он здесь, Алина, у тебя прям на глазах. Столько девчонок скрел. А ты все равно выбрала его. А не того, кто тебя любит. Это я, конечно, зря ляпнул. Все, стремительно иду на посадку. Я пошел. Пока. Это была ошибка, Юр. Да, извини, это была ошибка. Я не должен был это говорить. Ошибка? Что ты имеешь в виду? Я хотела пофлиртовать с Колодиной. Ну, чтобы заставить тебя понервничать. И сама не успела опомниться, как все закрутилось. Я не думала, что все так далеко зайдет. Подожди. Что ты имеешь в виду? Я тебе нравился? Мне надо закрывать. Прости. Доброй ночи. Доброй ночи. Не болит сердце волка Лишь плеск голодных глаз От Москвы до Нью-Йорка Работает свет с нас За мечты и за жизни За свет любимых глаз По приказу отчизны Работает свет с нас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова